Не живут, а выживают. Без тепла, без горячей воды, а иногда еще и без электричества. Собственники квартир в доме 20А на улице Октябрьской в Кохме бьют тревогу. В этой новостройке просто невозможно жить. Все эти люди участники долевого строительства. В эксплуатацию дом был введен в феврале этого года. После подписания акта сдачи дома, который в приемной комиссии участвовала в том числе администрация городского округа Кохма, не были подготовлены необходимые документы на заключение договоров на электроснабжение, теплоснабжение и снабжение горячей водой дома. Уже 7 месяцев собственники пытаются добиться хоть каких-нибудь результатов. При этом исправно платят по счетам, которые регулярно выставляет управляющая компания. Застройщик ООО «Темп» сейчас инициирует процедуру банкротства. Взятки с них гладкие. Требовать что-либо управляшка уже не может. Организация ресурсоснабжающая «Крайтекс.Ресурс», который апеллирует администрация, здесь как бы позиции ее понятны, потому что осуществлять теплоснабжение дома без сдачи, как нам сказали, не сдан элеваторный узел Ростехнадзору. Опять же, по непонятным нам причинам, при подписании акта сдачи дома, значит, они, видимо, не могут. Круг замкнулся. Узел не сдан, запуск тепла невозможен. Решать проблему практически некому. Притом, техническая возможность и для отопления, и для запуска горячего водоснабжения есть. Но люди продолжают жить, как в каменном веке. Люди живут с детьми и с маленькими. Вот над нами живет женщина, у нее два детей. Один полтора годика, другому годиков шесть. И она не знает, куда бежать, что делать, куда. Она их отвозит, а они приезжие. Ни родителей здесь, ни родственников, никого нет. Кто может уезжать к родственникам, другие временно снимают квартиры. Но у большинства такой возможности нет. Греются, как могут. Спят в одежде, укрываются двумя одеялами, включают электрообогреватели. Сейчас жители с ужасом ждут холодов. Многие даже опасаются начинать в квартирах ремонт. Все может покрыться плесенью. Ремонт мы не стали делать после первого отключения электросети. От электросети это на 10 суток. Просто испугались того, что это может повториться. То есть мы уже перестали быть уверены, что с нашим домом все в порядке. Живется нам, скажем так, проблематично. Потому что каждый день мы боимся, во-первых, отключения этого электросети. Мы боимся на электроплитах. За лето электричество здесь отключали дважды. Каждый раз почти на неделю. Как потом поясняли ресурсники из-за ремонтных работ. Снабжающая организация Крайтекс Ресурс частная. Заставить ее заключить договоры сложно. Но других вариантов просто нет. Чтобы подключить дом к муниципальной ресурсоснабжающей организации, придется проложить теплотрассы. Что зависит от нас, то в данном случае мы помогаем управляющей организации в максимально быстрые сроки собрать необходимый пакет документов для представления Ростехнадзор, для выполнения требований ресурсоснабжающей организации по получению допуска Ростехнадзора теплового пункта в эксплуатацию. Представители администрации городского округа Кохма уже сформировали обращение в правоохранительные органы. Дело передано в Ивановскую межрайонную прокуратуру. Управляющая компания дома также отправила жалобу в федеральную антимонопольную службу. Окончательного решения пока нет. Жителям остается только ждать и надеяться, что когда-нибудь в этом доме можно будет жить, а не выживать. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.